Норвежская NAMO оспорит господство Onyx FM. Прямоточный перехватчик под маской RIM 162 Block II. За последние несколько лет специалисты норвежской компании Nordic Ammunition Company, NAMO, невзирая на недостаточное финансирование и сложность проектирования наукоемких узлов интегральных ракетно-прямоточных двигателей, ИРПТ, смогли добиться значительного успеха в проработке общей концепции перспективного 155 мм управляемого активно-реактивного снаряда 155. Оснащенного высокоэнергетическим ИРПТ с твердотопливным или пастообразным зарядами газогенератора. Компания NAMO вступает в масштабную гонку в области разработки перспективных средств высокоточного оружия, оснащенных прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Уже после первого ознакомления с компоновкой макета демонстратора УАЗ-155, представленного на широкое обозрение публики в ходе 26-й международной выставки вооружения и технологии обороны УРАСАТР-2018, проведенной в июне 2018 года, можно было прийти к однозначному выводу, что перспективный дальнобойный снаряд сможет дать фору не только стандартным управляемым активно-реактивным снарядам. Дальность действия 55-60 км, но и перспективным снарядом XM-1113 и ХВП и ПИР. Велосити-проектайл. Последнее приведение огня из перспективных орудий. XM-907-908 длиной 58 калибров способны поражать цели на удалении 75 и 115 км соответственно при средней скорости на маршевом участке порядка 2900-3500 км в Айчас. Столь высокие летно-технические характеристики снарядов 155 будут достигаться как благодаря увеличенному до 50 с и более периоду работы интегрального РПД, с возможностью регулирования интенсивности подачи твердотопливного заряда в камеру сгорания для пролонгирования работы двигателя, так и за счет 35% новоснижения аэродинамического сопротивления, достигаемого прохождением встречного воздушного потока через свободный тракт интегрального РПД. Свободный трактор РПД представлен каналами воздухозаборника и воздуховода, переходящими в контур камеры сгорания. Таким образом, перспективный прямоточный снаряд от NAMMA будет обладать более высокими скоростью и кинетической энергией на терминальном участке траектории, непосредственно перед поражением цели, нежели стандартные активно-реактивные артиллерийские снаряды, оснащенные донными газогенераторами с разгонными твердотопливными зарядами. Между тем прямоточный активно-реактивный снаряд 155 Является далеко не единственным детищем NAMMA, в котором воплощены перспективные наработки в области проектирования компактных сверхзвуковых и гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей. По данным именитого британского новостного и военно-аналитического портала james.com, ссылающегося на осведомленный источник в штаб-квартире NAMMA Специалисты компании приступили к разработке перспективной ракеты-перехватчика, оснащенной более тяговитой модификацией интегрального ракетно-прямоточного двигателя. оттолкиваясь от первой фотографии макета демонстратора новой ракеты, а также от того факта, что проработка концепции осуществляется при содействии как норвежского НИИ и оборонных исследований, так и научно-исследовательской лаборатории ВМС США, можно прийти к выводу, что перспективная ракета может разрабатываться в рамках грядущего переоснащения многоканальных корабельных ЗРК NSS-MMK 57, MOD 12-13 на высокоэнергетический ЗУР средний, большой дальности. При этом дальности ледно-технические качества последних должны заметно превосходить показатели ЗУР семейства RIM 162 ESSM Block I-2. Более того, аэродинамическая компоновка перспективной ЗУР, спроектированной по схеме несущий корпус, имеет огромное сходство с семейством RIM 162 Evolved Sea Sparrow, а это является красноречивым доказательством того, что проект плотно курируется Пентагоном и специалистами подразделения Riteon Missile Systems в интересах военно-морских сил США. В частности, перспективная ЗУР перехватчик от норвежской намма, равна как и рейтеоновская RIM 162 ESSM Block I-2. Располагает четырьмя развитыми крыльями сверхмалого удлинения, размещенными вдоль всей длины корпуса и способствующими снижению аэродинамического сопротивления при одновременном сохранении несущих качеств корпуса. Подобная конструкция позволяет зенитно-управляемой ракете сохранить более-менее приемлемую маневренность для перехвата цели даже при снижении скорости до 1,3 – 1,5 на терминальном участке траектории. Также известно, что для эффективного перехвата передовых средств воздушно-космического нападения, осуществляющих противозенитные маневры с перегрузками 30-35 Ет, противоракета должна обладать располагаемыми перегрузками порядка 62-70 Г. Реализации данного качества в перспективном детищенном способствует наличие газоструйной системы отклонения вектора тяги типа TVC, которая благополучно используется в архитектуре системы управления ZUR RIM 162 ESSM Block II, дополняя весьма компактные хвостовые аэродинамические рули. В то же время норвежский прямоточный вариант Evolved Sea Sparer Missile с интегральным РПД СФР-J сможет дать фору любой из существующих модификаций зенитной ракеты RIM 162. Каким образом? В то время как система отклонения вектора тяги стандартных ZUR RIM 162 ESSM сохраняет эффективность лишь в течение непродолжительного периода выгорания заряда двухрежимного твердотопливного ракетного двигателя MK-134, после чего в управлении участвуют лишь аэродинамические рули, обеспечивающие морским воробьям перегрузку не более 30 до 35 г. Прямоточный VRD перспективный ZUR Atnamma позволяет системе OFT функционировать на протяжении практически всей траектории полета, включая подлетный участок. Данная способность обеспечивается благодаря оснащению двигателя типа Solid Fuel Ramp Jet, компьютеризированной системой регулирования подачи топлива в камеру сгорания через специализированный клапан в сопле газогенератора, что увеличивает период работы двигателя SFRJ до 300-350 ESSA. Таким образом, сверхманевренность разрабатываемых компанией NAMMA зенитных ракет нового поколения будет наблюдаться даже близ крайних рубежей дальности действия 70-100 километрах, в то время как высочайшие маневренные качества ZUR семейства RIM-162 реализуются на удалении не более 15-20 километров от корабельной пусковой установки. Что же касается дополнительных преимуществ, обусловленных наличием у перспективной норвежской ZUR интегрального ракетно-прямоточного двигателя, то здесь речь идет о внутрикорпусной архитектуре месяцевидного воздухозаборника типа акули-рот, а также внутрикорпусном расположении воздуховодов, переходящих в контур камеры сгорания. Столь совершенная и оригинальная конфигурация размещения IRPT в перспективе позволит детищу NAMMA сохранить массогабаритные характеристики, необходимые для адаптации к применению в составе щетверенных транспортно-пусковых контейнеров МК-26, размещаемых в ячейках универсальных вертикальных ПУ-МК-41 и ДжИС фрегатов слэш эсминцев и крейсеров Фритьев, Нансен, Орлеек, Берг, Конго и Течон-Дерога, либо в составе модульных вертикальных ПУ-МК-48, установленных на многочисленных надводных кораблях, не оснащенных боевыми информационно-управляющими системами и ДжИС. Логично предположить, что успешное становление проекта перспективной зенитной ракеты средней, большой дальности от компании NAMMA с ракетно-прямоточным двигателем типа SFRJ может стать серьезным вызовом для современных российских противокорабельных ракет Onyx и Onyx-M, которые могут быть перехвачены даже в догон. Штатные зенитные ракеты ESSM Block I-2 подобными способностями не располагают.